В Екатеринбурге водитель Лэн Крузера стал виновником дорожной аварии, в которой пострадали четыре человека. Для спасения одного из пострадавших потребовались усилия десятка мужчин из числа пожарных и родственников молодого парня. Ее перекуси, вот здесь, и она поднимется. Вот здесь, ага, перекуси, вот она. Перекусишь, ага. Опа! Сверху! Подводочек, подводочек, Дварда. Шторы! Дварды, скорые! Какие скорые? Вскорые! О, нормально. А до автора пирог. Не может. Родственники молодого водителя, получившего травму в ДТП, так волновались за него, что врачам пришлось едва ли не силой выпроваживать их из реанимобиля. Авария с участием трех машин, двух лад, 14-й модели и Land Cruiser 200, произошла во вторник, 2 мая в начале 10-го часа вечера в Екатеринбургском районе в Торчермет. Обе лады, одна за другой, двигались по улице Титова из центра в направлении Новинской, в Land Cruiser, также по Титова, во встречном направлении. На перекрестке с улицы Ферганской водитель внедорожника решил повернуть налево, не пропустив встречные машины. Ехали спокойно, ну как, он слегка побольше, я сзади ехал, ну все, увидел, что резко по тормозам дает, тоже начал тормаживаться, и вот, можете подснять. И вот там, получается, у крузака морду загнуло, я в нее влетел. Ну, слепая зона, все, начал ходить в столкновение, и вот морда начала бы летать. И все, меня загрудило, и обстал. Перекресток улиц Титова и Ферганской регулируемый. В момент столкновения зеленый свет горел машинам, двигающимся по Титово, то есть всем трем участникам аварии. Но преимущество, конечно, было у машин, следовавших в прямом направлении. Ты скажи, что ты заехал, я виноват. Он тридцает, нет, я не виноват. Этот пацан никогда не гоняет. Алексей, водитель серой четырки, в этом ДТП не пострадал, хотя его авто столкнулось и с ленд-крузером, и со столбом. Я увидел вдруг стоп, стоп-сигнал, и все, и следующие кадры морда крузака у меня перед глазами. И все, и потом вот так встали, как есть. Без травм обошелся и 49-летний водитель крузака, мужчина, имеющий 23 года водительского стажа. Кстати, его автомобиль с приметной аэрографией в виде не то ягуара, не то снежного барса записан не на него, а на некую 61-летнюю Ирину. Все четверо пострадавших оказались в салоне белой четырки. Это три девушки-пассажирки, отделавшиеся, к счастью, в основном ушибами, и молодой парень, у которого диагностировали перелом ребер, сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и повреждение колена. По предварительной оценке ГАИ, его вины в случившемся не было. Но именно он и его родственники, по обыкновению очень эмоциональные, шумные, многолюдные, выслушивали свой адрес «Негатив» со стороны ряда зевак. Вот записывайте его, негативно цыганам относятся. Зачем? Что сделали цыгане? Героином торговать. Героином, а вы тоже русские, больше, чем вы торгуете. А вы не возили, что цыганам они приняли. Как сообщили в отделении ГИБДД по Екатеринбургу, 49-летний водитель внедорожника «Тойота» признал свою вину в массовой аварии, сообщив, что видел приближающуюся навстречу машину, но переоценил разгон на скоростные характеристики своего авто, посчитав, что успеет завершить поворот до их приближения. Продолжение следует...